Привет, ребят, как дела? Да, хорошо. Тут проблема, знаете, знакомства с девушками. Потому что Тиндер американский убивает самооценку. Вообще никто не лайкает. Просто никто. Я даже убрал из записания Looking for Green Card. Тут еще девушки разного пола. Поэтому больше я общаюсь с русскоговорящими девушками тут. И мы познакомились с одной, думаю, классно, проведем время. Я домой не могу привезти, потому что живу с мужем, с сестрой, племянником. Мне надо вместо одной и двух девушек приводить. То племянник заберет, а не я. Реально, я не могу, и она тоже не может. Мы договорились, что я снимем отель за 100 долларов. И классно проведем вечер, думаю, замечательно. И ближе к вечеру у меня настроение меняется. Думаю, я так не хочу, думаю, блин, лучше, наверное, подрочу и эти деньги маме отправлю. И мама радостная. И мама радостная. Говорит, почему ты каждый день по 100 долларов отправишь? Говорит, разом отправь. Говорит, разом могу только два раза. Теперь мы 15 минут транзакции. Ну что, это откуда у тебя так ногти? Я говорю, руками липнут. Ну, как? Криминальное? Нет, билет некуда. Вот. Нет, вы не подумайте, что когда мастурбировал, думал о маме. Типа, мама, это ради нас. Нет. Об отце думал. Я тут тяжело познакомился. Еще родители давят. У меня бабушка вообще убивает меня. Она говорит, женись. Сказала, женись. А я не хочу жениться. Потому что как только поженись, у тебя появится жена. А этого мне достаточно. Мне еще в Питере говорят, женись, женись. И только на Кыргызске. Я в Питере говорю, я даже в русскую не хочу брать жену. Ну, из-за традиции, уважен нельзя, биджон. Я не стану биджон. Физически слаб. У меня бабушка тут еще. Первым делом она спросила, устроил себя на работу или что? Документы есть? Она говорит, женишься? Я говорю, да тут в Тиндере нет фильтра Кыргызска. Ну, вообще. Она думает, знаете, если нет свадьбы на первом свидании, все, это прощай. А я говорю, а почему на Кыргызске? Я задал этот вопрос. И мне тетя говорит, мы должны сохранять рот. А я говорю, ну, посмотрите на меня, какой рот сохранять? Что тут сохранять? Я говорю, тетя, ты больше всех должна говорить, мы должны рот менять. Я знаю, что ты женщина, потому что папа сказал, что ты тетя. Я думал, что за дядя в юбке ходит на столе. Реально, у меня последний секс, какой-то, знаете, как будто бы он назначался, что будет последним, потому что в памяти вложилось в очень классный дня. Потому что я открыл для себя новый опыт. Мы занимались сексом с девушкой, и в какой-то момент я понимал, что сейчас я не доведу ее до оргазма. Да, она тоже это поняла по моим глазам. И спросила, хочешь, я тебе помогу? А у меня в голове сразу, как кто хочет стать миллионером, знаете? А, в комнату войдет друг. Дальше она достает из-под подушки вибратор и говорит, можно? Я говорю, конечно, можно. Ты к нему, пойми, не обращаешься, ко мне на поле. И мы занимаемся, я думаю, как себя я должен вести? Типа, мы сокомандники или противники? Вообще не понимаю. Мы занимаемся, все классно. И реально она получила свой долгожданный оргазм. Благодаря мне. Нет, ну я же разрешил, правильно? Запресил бы, не было бы там. А мы еще так хорошо лежим и думаем, что я сейчас должен делать? Помыть вибратор? Или пожать ему руки? Я растерялся, поцеловал. Нет, теперь каждый раз, когда к ней заходил и видел на полке вибратор, я просто отдавал честь. Потому что мы с ним прошли одну битву. Раньше обожала, когда делали комплименты, говорили, что красивый член. Раньше нравился, сейчас перестал, может, приелась. Я не знаю, сейчас мне еще говорят, что у меня красивый член, после моего вопроса, а у меня большой член. Я говорю, казалось, у тебя красивый член. Я уже боюсь спрашивать, красивый ли у меня член. Потому что в ответ я говорю, да у тебя умный член. Честно, у меня член, да, не большой, не маленький, средний член. Просто понял, что со словом средние плохие ассоциации. Среднее образование, средняя специальность, средняя Азия. Я в подростковом возрасте, не знаю, как вы, парни, многие, может, комплексовались за размеры своего полового органа. Может, сейчас свыклись уже, нет? Я комплексовал, я поэтому любил смотреть порно-групповое. Потому что там пять мужиков, и всегда есть тот самый, за которого ты болеешь. Ты говоришь, давай, докажи им, что размер не важен. А он даже не трахается. Ждет своей очереди. Потому что, знаете, это напоминает картину, когда миску молока налили, шустрые окружили. И один кот пытается уткнуться, но не получается. Наши черные коты офигели. Да, я до переезда в США, я не был толерантным. Честно, я не был толерантным. Потому что я в России, когда слышал, что кто-то в другой ориентации, я честно говорю, фу, пидор. Да, корю себе. Я так и говорил. Я понял, что Запад меняет. И теперь, когда я понимаю, что кто-то в другой ориентации, я такой, угу. И иду в другой лифт. Максимум, это. Многие говорят, что такими геями рождается, я думаю, рождается, ладно, нет проблем, люди разные, родились так. Второй выбор, это становится. То есть в жизни был натуралом, потом оказалось би, либо наоборот. В жизни становится. Я думаю, как вообще так становится? Я ночью лежал, размышлял и представлял, что у меня трафик какой-то мужик. Я думаю, фу, блин. Ну, мне не понравилось. И вы не подумайте, что это был абы кто, а мой самый лучший друг, которому я. Говорит, отвратительный. Я думаю, хорошо, что я, ну, для меня не такой. А потом думаю, а что если проблема в моем друге? Что если он не в моем вкусе, недостаточно старался? Толеранство очень, знаете, тонкая вещь, с которой я не разобрался, потому что тут же есть на n-words. Знаете, люди на n-words. Или нет? В общем, я не понимал, потому что я даже в России не мог слово сказать на четыре буквы, на n. В России не мог. Я объясню, потому что я лежал в больнице в Питере, реально, и в одной палате со мной лежал. Африканец. И какую-то ночь ему стало очень плохо, и мне нужно было вызвать врачей. Я выбежал из палаты, подхожу к медсестре, говорю, там плохо мужику. Она говорит, кому плохо? Я говорю, ну, мужику, который вчера завезли. Она говорит, кому плохо? И сама ждет, чтобы я ей это слово сказал. Давай, скажи этому плохо, и мы спасем. Я боялся сказать, что это ему плохо. Даже скажет, конечно, ему плохо, потому что в одной палате живет такой расист. Я ничего лучше не придумал, говорю, слушайте, там плохо не русскому. Вызовите врача. Сказал это и пошел, лег в палату. Спустя какое-то время заходит в палату врач. Заходит, смотрит в мою сторону. И спрашивает, это вам плохо? А я лежу и думаю, она против меня прям Иван Иванов лежит. Я понял, почему он подумал, что не русский я. Потому что он был в майке, и я русский. Но в следующий день все обернуло сок до головы. Потому что когда мне спало плохо, он выбежал из палаты и говорит, там плохо узкоглазовому. Кому узкоглазовому, который долго на помощь зовет. Да, народ, у меня на это все. Спасибо большое, хорошего вечера. До свидания. Пока-пока.